Был начальник управления, зовут Ватимов Швец. Специалист шикарный, то есть он в транспортном законодательстве, там, позбирается, все шикарно, но свои функциональные обязанности он не выполнил. То есть он дайкотировал какие-то вещи. Уже даже когда зашла новая команда губернатора, и мы имели, ну, не то что прям там, какой-то авторитарное влияние на департамент управления инфраструктурой, но имели очень серьезное влияние, ставили, нарезали им задачи. Они сами ставили себе сроки по этим задачам, но эти задачи они не выполнили. А этот человек шикарный специалист. Он разбирался и в нормативной базе, и в таком направлении. Это называется, как, бойкот или иное? Да, саботаж. А, то есть это не выгодно. Подведем какой-то и тот, и пойдем на опрос и паузу. Смотрите, давайте подведем итог. Я к этому выводу пришел где-то год назад. Коррупционная составляющая в транспорте, она, как правило, переоценивается. Потому что количество расходов, которые несет перевозчик, их действительно очень много. Поэтому на коррупцию там остается немного. Но она есть, однозначно. И все зависит от того, как, в принципе, устроена транспортная система в городе, и от самого перевозчика. Мелкие перевозчики, как правило, более коррупционно зависимы. Потому что им тяжелее соревноваться с крупными перевозчиками. Но в то же самое время мелкие перевозчики, они менее ответственны, как показывает практика. То есть человек, у которого есть одна машина, ему все равно, ему главное, чтобы машина работала. И, как правило, не владелец ездит за рульом. Он нанимает водителя, который может хамить, курить. Ему легко и просто его выгнать. Он пойдет к другому ЧПшнику. То есть вот эта вот система, когда огромное количество разрозненных гроздей, этих ЧПшников, она должна себя, она себя жила в Днепропетровске уже очень давно. Я надеюсь, у вас в Кремлоге она тоже себя жила. Потому что она для города несет очень погубное влияние. Если это не останавливать, переводить это все к 2, 3, 4, 5 операторам, это вы уже сами там определитесь у себя в городе. Это будет постоянная проблема. Она делает картинку, что водитель, там, последняя скотина, и с пассажиром так само обращается. Знаете, когда есть 3-5 перевозчиков, между водителями у них же тоже есть определенная конкуренция. Есть какие-то предприятия, у которых условия лучше, у которых меньше работать надо, и они больше платят. Поэтому, когда есть несколько перевозчиков, и водитель, ну, действительно, скотина. Потому что водитель это тоже средство общества, скажем так. То есть из них есть огромное количество и хороших людей. Но есть и подонки, как и в любой профессии. Поэтому, когда есть несколько предприятий, им легче договориться, что давай так, если я выгоняю человека за воровство, за хамство, то ты его потом не перейдешь. И водитель понимает, что если он сегодня хамит, он никуда не попадет. Легче за работу или хамит. Среди ЧПшников это невозможно. Он будет про себя хамить. А общую базу нельзя создать какую-то? У нас в городе пытались, это все не жизнеспособно. Вот те 8 автопредприятий, о которых я говорил, крупные, да, между ними есть такая база. То есть они не берут цели на работу, у них набирают. Остальные, да. То есть они какой-то конкурс проводят или что? Нет, есть база скрывбаза. Или собеседование какое-то. Если водителя выгоняют за воровство, за хамство, его, другой из этих 8 предприятий, оно не выгоняет. То есть уже у него там. Да, приходишь на работу, здравствуйте, где работал? Там, там. Звонит туда. Ну, по методу, как в трудовой, если запишутся, ты там что-то нарушил. Даже по фамилии легко. Ну, черный список. У нас есть предприятие, которое занимается обслуживанием городских паршрутов. Репутацию подорвался. Вот оно в списке хамов водителя, оно рассылает по этим предприятиям. Я знаю, что он ее на другие отправляет, но другие к этому относятся абсолютно на облевательство. Они не следят за сервисом, потому что это, как правило, фирмы-прокладки. Своего транспортного подвижного состава нет. Они привлекают, и главное, что деньги платят. Если водитель получает меньше, он ворует. Для того, чтобы было откуда своровать, ему нужно стояка набить еще плотнее. Потом приехать привезти там 1200-1000 гривен кассы и сказать, ну, пассажиров сегодня не было. Видать, погода погана или кто-то там подбирал конкуренты. Поэтому уровень ворота это от 200 до 300, 500, иногда бывает гривен в день. Водитель себе зарплату забирал. Можно еще. Есть еще такой фактор, как переходной пассажир. То есть можно загрузить там 70 человек и везти с края в край. А можно ехать пустыми, они зашли-выщие, зашли-выщие, провести сто. Это тоже? А если кронометраж сделать, то есть убрать несколько дней, по погодным условиям и так далее. Это не выгодно. Смотрите, после разводов... Почему была хорошая модель на то время в Советском Союзе? Потому что человек жил здесь и ехал на работу сюда. То есть он ехал с одного места в другое. Сейчас человек живет здесь, сегодня ездит на работу сюда, не понравилось, уволился, поехал в другой район. То есть проследить пассажиропоток сейчас очень тяжело. То есть он может... Последняя составляющая там уже... В течение года он может поменяться на 40%. Это вот я вам говорю, как человек, который занимался тремя замерами в Невропетровске пассажиропотока. Мы меряли осенью, летом 2014 года. Мы меряли пассажиропоток перед подорожанием в феврале-марте 2015 года. И мы меряли пассажиропоток в сентябре-октябре 2015 года. Все три раза цифры получались разные. Причем, я говорю, до 40% было либо уменьшение, либо увеличение. Причем после подорожания, как правило, идет отток пассажира. Там есть альтернатива в виде электротранспорта. Люди им начинают больше пользоваться. Экономить начинают. Да, начинают экономить. У нас электротранспорт полторы гривны стоит. Когда подорожало до пяти маршрутки, то отток из маршруток пошел где-то от 5 до 20% в зависимости от маршрута. При этом приток в электротранспорт составил больше 20%. То есть они кассы начали собирать. Вау, ничего себе, говорят, может еще там гривен на 3 повысить проезд, чтобы еще больше увеличить троллей, без событий новые. Поэтому его проследить тяжело. Для этого ставятся видеокамеры и каждый конкретный послужинок. У нас есть такие маршрутки, что никто не потратится с хозяевом. Мы в первой части об этом говорили. Ну это в виде по камеру просто. Вот ЧПшник это абсолютно деградация. То есть вы развитие с ЧПшниками не получите никогда. У вас есть такой молодой человек, Заславский, по-моему. Андрей. Андрей, да, совершенно верно. Он мне одно время пытался доказать, что ЧП это так классно, у людей меньше платят налоговые нагрузки и так далее. С точки зрения, если вы хотите ездить дешево, но ужасно, это отличный удар. Если вы хотите ездить качественно и нормально, то любое понижение это очень сильный удар по этому принципу. То есть как только вы хотите ездить дешево, вы ездите плохо. Для этого каждая территориальная громада должна определиться, что мы хотим. Потому что людей, которые готовы платить на 2 гривны больше, я по себе знаю, потому что я готов платить 6-7 гривен, ездить сильно, по себе же с детьми часто. Да, то есть людей, которые готовы доплачивать, но ездить нормально, их становится с каждым годом все больше. Почему вот те политики, у которых основная риторика сделать дешево, они часто на этой риторике програют. Давайте среди нас и увидим, хотим ли мы поднимать и улучшать качество. Давайте поднимем. Так давайте пройдем. Это то, что мы говорим. Давайте, ну, хотим ли мы остаться... Ну, какой смысл этим заниматься, скажите, пожалуйста. Самая Сконтакт, то есть крупная транспортная компания, ну, не только в нашем городе, а и в Одессе. Так вот, прочитали были, что конкуренцию даже троллейбусом можно было, вот эти МАЗы запустили, и насчет благоустройства экраны поставили, даже люди там, мультики, реклама, зарабатываются не только, скажем, на перевозках, но и на рекламе, и на многом другом. Что даже так вот, но хозяин не дал добро, а просчитали выгодно. Поэтому потеря на комфорте, это все, скажем так, относительно. Скажем так, раздача, скажем, налево-направо денис в карманы всяким чиновникам, это да, это потеря. Чиновникам и чаще общественным активистам, которые ходят, их защищают. Поэтому, если говорить о том, что это не убыточный бизнес, это очень прибыльный. Прибыльный, да, однозначно. Это однозначно прибыльный бизнес, как и любой бизнес. Давайте проведем вопрос, вот вы предложили насчет готового или доплачивания, я предлагаю другой вопрос, кто считает, что бизнес должен приносить деньги? Ну, все считаем, мне кажется. Кто считает, что какой-то бизнес должен стать убыточным, потому что вам не нравится хозяин? Вот кто-то есть, если бы, вот этот хлебный варёк должен в минус работать продавать. Все зависит от того, как он работает. Совершенно верно. Для этого нужна альтернатива. Вот я предлагаю вам поговорить об альтернативе. Пока я ехал сюда, я посмотрел на состояние вашего ТТУ, так называемого, трамвайно-троллейбусного управления. У вас его, по сути, практически нет. То есть у вас там чуть-чуть больше 80 троллейбусов, которые, я так думаю, на линию тоже далеко не все выходят. У вас есть КП «Скоростной трамвай», в который вошел бывший городской трамвай плюс «Скоростной трамвай». Но там тоже подвижного состава не так много, там 115 или 120 единиц. Часть из которых, я думаю, тоже в ремонтах стоит постоянно. Пока вы не будете создавать сами себе альтернативу в плане проезда, в плане транспортной инфраструктуры, я думаю, мало что получится. Да, перевозчиков можно душить. Вот я молодому человеку рассказывал вам, да, насчет того, какие рычаги у вас есть для перевозчика для того, чтобы они пошли на диалог. Есть эти рычаги, вы можете их использовать, можете активно использовать, постоянно его давить, душить. Но если вы считаете, что мы должны убивать бизнес, каким бы он ни был, это перевозки, это торговля, либо что-то еще, пробуйте так делать. Лично я считаю, что нам нужно развивать бизнес. Развивать бизнес вы можете только предлагая альтернативу. Вот дизельные автомобили, они начали падать в цене после того, как появились электромобили в доступном, скажем так, сегменте. Производители дизельных двигателей поняли, что нужно тоже как-то либо дешевле делать, либо что-то лучше предлагать. Поэтому они совершенствуются. Это кроме того, что у них есть внутренняя конкуренция между транснациональными компаниями автомобилестроительными. Поэтому альтернатива. Это очень важная вещь. Для сравнения. В Днепропетровске у нас порядка 120 троллейбусов, из которых на линию выходит 90. Для многих их 83, по-моему, всего суммарное количество. На линию выходит чуть больше 60. Трамваи. У нас их 300. С копейками на линию каждый день выходит 200, плюс-минус 15. У вас их чуть больше 90 на линию выходит. То есть у вас электротранспорт не развит абсолютно. Рентабельность, себестоимость перевозки на электротранспорте в зависимости от города колеблется от 2 гривен 10 копеек до 3 гривен в Киеве. Там, где электротранспорт ходит постоянно, то есть там качество услуга электротранспорта очень хорошее. У нас в Днепропетровске это 2 гривны 30 копеек. Рентабельность перевозки одного пассажира в маршрутке на длительные расстояния. Как правило, у нас трамваи это там от 10 километров проезжают. Троллейбусы до 20 километров могут быть маршруты, если это кольцевой какой-то маршрут. На такие маршруты в маршрутках меньше 4 гривен вы никак не получите. С учетом всех вот тех расходов, о которых мы говорим. Коррупции в частности. Поэтому электротранспорт это отличная альтернатива. Есть еще такая вещь, как электробус. Но с электробусом у нас очень большая проблема, особенно у меня. Итак, любое развитие требует капитальных инвестиций. Мы говорили насчет того, чтобы проложить новый маршрут на отдаленный район, там порядка 8 километров. Если это будет орлейбус, вам такой маршрут обойдется суммарно порядка 20 миллионов рублей. То есть это только поставить тяговую подстанцию, ее нужно еще найти даже где поставить. Это проложить контактную сеть. А для того, чтобы контактную сеть проложить, нужны еще опоры. Поэтому суммарно это выйдет, плюс проектная документация, плюс сворует там еще человек 5-7. И что это еще будет делать, это все монтажные организации? Если это будет трамвай, это выйдет где-то раз в 6 больше. В чем отличие трамвая и троллейбуса? Трамвай предназначен исключительно для больших пассажиропотоков. Если пассажиропоток составляет меньше 1200 человек в час, там трамвай не подъедет никогда. Его себестоимость будет очень высокой. Оптимально трамвайные линии укладывают при пассажиропотоке от 2500. Это оптимально. Метрополитен это от 8 до 10 тысяч. Меньше 8 тысяч это не рентабельно. Я думаю, вы все знаете, что метрополитен крайне редко можно в принципе в мире увидеть рентабельный метрополитен. Даже в Южной Корее и в Китае, где метрополитен обслуживает больше миллиарда пассажиров в год в городах, даже там он вытащен. При том, что у них тарифы выше. Потому что не соблюдается принцип пассажиропотока. Они строят по всему городу метрополитен, потому что это удобно, но они готовы его адаптировать. В отдаленных районах мало пассажиров. А платить нужно ровно столько же, сколько и за. Поэтому троллейбус для наших бедных городов, это один из самых лучших вариантов выхода из тупика и создания. Один километр троллейбуса обходится где-то полтора-два миллиона. Это только контактная сеть плюс опора в обе стороны. Если это будет маршрут длиной порядка 13-14 километров, вам нужно будет вторую тяговую подстанцию. То есть это выйдет еще в два раза больше. Кроме контактной сети опоры тяговых подстанций, самая большая проблема в наших украинских городах это подвижной состав. Новый троллейбус, недавно у нас был проведен тендер, это 3,7-3,8 миллиона гривен стоит каждый. Бэушные троллейбусы, если у вас город не дай бог хочет покупать бэушные троллейбусы, выходите под горсовец, транспаранты, поддомки, мерзавцы. Они встают как правило через год полтора и требуют очень серьезных инвестиций. Исключение это бэушные троллейбусы из стран Западной Европы, но от них там отказались в начале 2000-х годов и они уже распределились по всей территории СНО. Даже Восточная Германия, поверьте, кто-то был в Восточной Германии, это уровень нашего Днепропетровского и Кривого Роба. Там точно такие же есть маргинальные районы, где люди, работяги там за 5 дейчмарок готовы на заводе пахать. То есть это весьма незажиточные, скажем так, области. Даже там троллейбусы сейчас крайне редко используются. Они были в свое время вывезены, распроданы. Поэтому на первом месте по количеству инвестиций в любом случае будет стоять троллейбус. Он требует наименьшего количества увлажения. Я думаю, вы замечали, что с утра и вечером троллейбусы ходят реже. Есть у вас такая? Нет, у нас так просто чаще. У нас чаще именно какую-то ветку упустили на заречной для того, чтобы люди согревались и не целую ночь. Вот эти моменты, вот этот период, когда... Интервалы между ними. Нет, даже недела, хронометражные. Как правило, троллейбусы и трамваи, они ходят вечером. Либо вечером, либо утром, либо поздно вечером. Либо поздно вечером, редко. По одной причине. И эта причина, она во всех городах присутствует. Это нехватка водителей. Там же зарплата хорошая. Зарплаты у водителей, я не знаю, честно говоря, не успел получить информацию, сколько зарплата водителей трамвая-троллейбуса в Кривом Роге. В Днепропетровске водитель трамвая получает от 4,5 тысяч гривен, водителю троллейбуса до 6 тысяч. Поверьте, вероятнее всего у вас точно такая же ситуация. Да-да-да, еле. До пятерки. Там график работы, Наташ, тяжелый. Там 6 или 4 уже надо за месяц. Зарплата будет тем выше, чем больше у тебя переработок в ночное время, в выходные дни. А оттуда все аварии потом, если переработки? Бывает и такое. И потом ездить на том хламе, который у нас там... Вот это одна из самых основных проблем. Для того, чтобы быть водителем троллейбуса, нужно быть готовым 5 раз в месяц. И ремонтировать, лазить туда-сюда. Это большие проблемы. Но это как раз проблема хлам. Когда идет приобретение нового поджирного состава, любой водитель будет готов даже всю ночь ездить на нем. Лишь бы он был новый, он не ломался, в нем будет тепло, комфортно. И пассажиры не будут. Получается, как выход, чтобы сэкономить еще можно сделать кольцевое движение. Тогда не надо опорой с двух сторон. Знаете, как не надо? Односторонняя в смысле? Односторонняя. Кольца всегда идут в обе стороны. Не бывает такого кольца, который пройдет только по частовой стороне. Надо сделать. Идет А и идет Б в другую сторону. Человеку, которому нужно из одного, там, три остановки в другую сторону проехать, ему придется еще 15 кольцев. Такое крайне редко бывает. Ну, короткий маршрут. Разве что, да, может, в каких-то направленных местах. То есть, ну, это редко бывает, да? Либо из таковых машин. Троллейбус самая дешевая альтернатива. Вот 3,8-4 миллиона. Я тоже подумала. Для бюджета гривого рога 4 миллиарда гривен. 4,6 миллиарда гривен. Смотрите. Давайте, давайте, давайте тогда будем последствовать. Мы уже определим, сколько стоит запустить хотя бы вот просто условия для того, чтобы ездить туа троллейбусу. Мы переход за 36 миллионов. Вот мы это сделаем. Теперь у нас стоит вторая задача. На 70, 56,54. Теперь у нас стоит вторая задача. Что будет по этому участку ездить? 8 километров. Для того, чтобы интервал был хотя бы минут 10, а это уже, ну, скажем так, немало. Вам на такой отрезок нужно будет поставить 4 троллейбуса. Где их взять? Купить. 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 После того, как вы их купите, вам нужно будет посадить в эти троллейбусы водителей. Где их взять? На парке. На парке. На парке. На парке. На столах, как правило, это все легко и просто. Но когда доходит до реальных каких-то вещей, начинают втыкаться в то, что купить троллейбусы, это тендерная процедура. Потом антимонопольный комитет вам заблокировал. То есть у вас уже линия готова, вы троллейбусы. Мы провели тендер в конце апреля месяца, в декабре его антимонопольный комитет отменили. И мы 10 троллейбусов купить не смогли. Мы 10 купили. А в этом году опять нужно запускать. А уже там мэр пообещал, что вот этот маршрут, интервал будет там 10 минут в лучшем случае. А причина, по которой зарубили? В нашем государстве причина, к сожалению, не требуется. Там надо дать денег. Там была в первую очередь ошибка в тендерной документации. Это однозначно, хотя наш электротранспорт не сильно хочет это признавать. Это однозначно, я просматривал техническую документацию, эти условия. Там были ошибки, из-за которых, ну, отменили. Поэтому однозначно это формальным поводом стало техническое... А так лоббировали своего производителя? А так лоббировали ЛАЗ, который садовой у нас сейчас банкротит, потому что принадлежит братьям московским. Он его сейчас хочет забанкротить и забрать в свои руки, скажем. Правильно. Ну, может неправильно, я сторонник того, что нужно как-то... Нечего врагам на нашей шее зарабатывать. Это та же самая коррупция, поверьте. Но, тем не менее, ЛАЗ давал тысячу рабочих мест, а теперь его лоббит. А потом вы попробуете восстановить. Оборудование нужно, которое уже начинает распродавать. Не суть. Суть в том, что запускать троллейбус это тоже не так легко. И у меня есть к вам одно домашнее задание. Запросите количество персонала, который работает по коммунальному предприятию «Городской троллейбус» и коммунальному предприятию «Скоростной трамвай». У нас это все идет в общем коммунальном предприятии «Городской трамвай». У нас это два. Запросите количество... Это в отделе транспорта, а горосполкома у них есть? Конечно. Да. Да. Вы можете прямо на управление транспортом написать запрос, прошу предоставить, какое количество персонала работает. Если у вас есть знакомые городские депутаты, так даже лучше будет. Потому что вам на ваш информационный запад могут ответить, что у нас есть распорядником информации. Если это все затянется, дольше будет. Если это будет депутат, просто депутатское звонание пишите прямо на коммунальные предприятия, предоставить штатную роспись, они вам ответят на этот вопрос. Я думаю, что на обслуживание вашей текущей транспортной электротранспортной сети у вас где-то порядка двух тысяч персонала работает. Вот на то, что у вас есть. Сколько надо? Это сесаря, это уборщицы, у нас даже дворецкие откуда-то было. Кроме шуток, в ответе просто дворецкие. Это бухгалтера, это плановые отделы, то есть куча админ персонала, где-то порядка сорока процентов общего количества. Это кондуктора, это водители, это диспетчеры. То есть у нас 3,5 тысячи человек работают в коммунальных предприятиях электротранспортной. А надо сколько? Хороший вопрос. Согласно нормативам 50-х годов столько и надо. Это даже недобор. Но с тех времен у нас как-то общество поменялось, потребности запроса изменились, технологии вперед двигаются сумасшедшей скоростью. Нормативы по человекочасам, они гораздо меньше стали. Но нормативы действуют еще не менее. Простой пример, когда мы запросили список основных средств, они сказали, ой, мы вам ответить не можем. Ну как, не можете, вы должны нам ответить. Ну хотите, вот вам, идите смотрите. Мы заходим, комната размером как полторы этих, полотеные шкафы, и на перфокарточках у них все основные средства. У них нигде даже в электронном виде нет того, что у них есть из основных средств. Как это специально делают? В какой-то степени может быть специально. В какой-то степени я считаю, что это советское прошлое еще говорить о тех людях, которые не способны переходить на... Так легче списывать. Легче списывать, легче воровать. Конечно. Это однозначно. Но тем не менее, когда мы попросили, может вы хотя бы 1С поставите. Оказалось, что 1С это российская программа. Тогда ставите. Сепаратистка. Узнаете сколько у вас персонала работает на этих коммунальных предприятиях, и посчитайте, что увеличивая на 8-10 троллейбусов, это вы увеличиваете еще на 10% количество, это вам нужно еще персонала на 10% больше. Создание рабочих мест. Это очень... Замечательно. Второе домашнее здание. Второе домашнее здание. В управлении транспорта узнать какое количество... Можете просто скачать с сайта горсовета финансовую программу по транспорту. Вы увидите какое количество средств у вас выделяются на эти 2 коммунальных предприятия. На наш Днепропетровский электротранспорт у нас в прошлом году было выделено больше 230 миллионов клиентов. Из которых где-то 60% это заработная плата. Это выделено из городского бюджета. Кроме тех 130 миллионов, которые заработал само предприятие. На продаже билетов, проездных, рекламы и т.д. То есть нам электротранспорт обходится очень дорого. Одна из причин это 1,5 грн. проезд. И куча грн. Я правильно вас поняла? Маршрутки плохо? Электротранспорт, так что пешком ходить? Да. Нет. Закупаем велосипеды. 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 Я знаю. И для здоровья полезно, и экологически не стоит. Ну надо датировать эти предприятия. Вы знаете, мэр Кличко, каким бы тупым его не считали, он принял очень хорошее, на мой взгляд, радикальное решение. Он повысил стоимость приезда в метрополитене и в электротранспорт. У них в троллейбусе и трамвай стоит 3 грн. Метрополитен стоит 4 грн. От этого датации с 14-й год на метрополитен было 1,5 млрд грн. В 15-м году 600 с копейками миллионов. Это с какой стороны посмотреть, что Кличко молодец? С того, что он перестал из городского бюджета кремодатировать? А если со стороны обывателя? А если со стороны обывателя, то все деньги, которые мы проедаем, мы не можем инвестировать в развитие. 900 млн освободившихся замечательно пошли в строительство новой ветки метрополитенов. Которые убыточные? Мы можем всегда говорить, украл, это очень классная... Да он на закупке нового состава уже 20 украл. Можно, я ж не спорю. Проблема в несогласованности доходов и расходов. Поэтому такие вопросы возникают, датации и все остальное. Если мы хотим двигаться вперед, непопулярные решения должны быть. Если бы у нас зарплаты были по 10 тысяч, мы бы по 5 гривен в маршрут. Так а если бы у вас расходы были огромные, вы бы требовали зарплаты. А так вы не требуете, поэтому у вас их и нет. Совершенно верно. Да. То есть надо все цены поднять до европейских, тогда вы начнете понимать, что вы за такую зарплату не выживете. Поэтому вы будете требовать, будут бойкоты. И их дадут. Дадут зарплаты, потому что... А иначе никак. Кто поведет революцию? Нет, Наташа, почему ты считаешь, что сейчас... Давайте поддискутируем после. Я считаю. Валюту сюда? Обменивает? Обменивает? Витту, да? Давай, на обеде. На обеде. На обеде. Я хочу узнать, что какой топ соглашения, честное слово. Ура! И я. Да. И почему люди не хотят трамваи ездить? Расскажите. На всех хотят. Если подходил каждый день. Потому что не было ожидать. А если у меня троллейбус. Сейчас стоишь троллейбус, конечно. Знаете, мы посчитали... Одну секундочку. Да. Мы посчитали, что если мы в Днепропетровске увеличим стоимость проезда на 2 гривен, на 50 копеек до 2 гривен, мы сможем покупать каждый год 6 дополнительно трамваев и 20 троллейбус. 50 копеек это слишком критично, даже для небогатого человека. Нет, нет. А теперь учитывайте то, что у нас с 1 января отсутствуют вообще льготы на государство. Раньше практически все льготы за льготные категории у нас спускались с государственного бюджета в местный. Местный бюджет перечислял тому, кто предоставляет услугу по перевозке льготных категорий. Сейчас этого не будет. Теперь в бюджете каждого города должны быть заложены оплаты на льготные категории. Те вот 230 миллионов, о которых я говорил мне про городского бюджета, которые вычитались, из них почти половина были спущены в виде субвенции государственного бюджета. Вторая половина была из городского бюджета. И вот мы посчитали, если мы увеличиваем на 50 копеек стоимость проезда, мы можем покупать новый подвижной состав. И мы понимаем, что если мы в течение 5 лет не будем покупать новый подвижный состав, старый выйдет из строя окончательно и нам не на чем будет есть. Поэтому, когда мы говорим, стоит ли повышать, а мы такие бедные, ну, честно говоря, я считаю, что мы не настолько бедные, чтобы там 30 гривен в месяц не вложить в свой город. В виде оплаты за правительство. Это лично мое. Ну, да. Я понимаю, что это у нас нет проблем. Может, не третий. Но когда на наших глазах, на глазах громады происходит тотальное воровство из бюджета, тут уж извините. И директор Севертранса у нас сидит под уголовным делом. Его, как бы, вроде бы и собирались посадить. Как фамилия директора Севертранса? Амара. Нет, 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 нет. Армян какой-то. Амара, да, нет, нет, нет. Это пластик Севертранса. Это Одессит. Ну, а директор, я не помню, как его. Ну, как бы, он, а он все равно работает там же. Ты понимаешь? А, ну, иди. А, ну, иди. А, ну, иди. Севертранса у нас частная фирма. Просто сильно много у нас... Ваш здесь Криворожский директор, он был до этого главой Угортрансинспекции областной. Где вы здесь, Криворожский директор? К чему? К Севертранса. К Севертранса? И что это нам дает? Нам ничего. Я вам скажу, когда мы выходили на проверку его пригородных маршрутов, он сам лично был там, общался. Ну, как правило, проверка проходит как? Составляем мы акт, как представители обл. администрации, составляет акт Угортрансинспекция. Одним из главных критериев является, ну, для нас, оштрафовать и наказать. Оштрафовать и наказать может Угортрансинспекция. Так вот, эти инспектора, увидев этого директора, от Геова, позабыл, как он зовут, там, ой, привет, привет. То есть они с ним хорошо знакомы, ни одного отца не выписали. Понятно. Это при том, что присутствовал заместитель начальника управления инфраструктурой области. Я им указывал четко, вот смотрите, на задней оси разный рисунок протектора. Вы должны снять эти транспортные средства. Ой, то что ты, что ты? Ну, як, ничего. Нет, мы нормальное общество. На наших глазах. Нас бросают под танки. Они говорят, что отвергают наши безопасности. К чему ведет? А мы говорим, нет, товарищи, иди, 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 иди. Не нравится сухая веревка, то измой мыло. Мы вроде бы как не хотим с ними, надо как-то это все в правовом поле. И моя задача объяснить вам, как вы можете в правовом поле навести. Вы знаете, у меня такое впечатление, что в психбольнице прошло переворот, теперь больные лечат врача. Ну вот при вас акты не выписали. Как вы законными путями добились, что реализовалось это? Мы своими актами просто забрали у него маршрут. То есть мы его не оштрафовали, а просто забрали у него маршрут, который будет вот на этом конкурсе развиваться. Вообще по-другому подошли. Да, варианты есть. Хотите так забираем маршрут. Но в итоге мы его додавили до такой степени, что он сам, по собственному желанию, отказался вот на маршрутах. То есть в правовом поле у нас механизмы рычаги есть. Это однозначно. Просто нужно понимать, как их использовать и хотеть их использовать. Дальше. Вторая альтернатива это трамвай. Собственно говоря, три составляющих, почему это проблематично. Дорога стал. Один трамвай стоит минимум паршивый, который собран на нашем ЮМЗ, минимум 17 миллионов. То есть это как 5 троллейбусов. Один километр колеи, даже если никто не будет воровать, меньше 14 миллионов это не будет. То есть если мы говорим о 8 километрах колеи куда-то на отдаленный район, то, грубо говоря, 100 с лишним миллионов это только колея и контакт на оси. Плюс подвижной состав в том же количестве, как и троллейбус. То есть это дорого. Трамвай целесообразен там, где есть большие пассажиропотоки, там, где он быстро отобьется и там, где он будет рентабельным. Но себестоимость одного пассажира в трамвае при нагрузенности порядка 5 раз меньше, чем в троллейбусе. Ну, в принципе, да. Потому что вместительность троллейбуса до 100 человек, как правило, в трамвае до 300 человек. То есть можно подцепить сцепку из двух волонов суммарно. То есть это может обеспечивать очень большой пассажиропоток, вывоз пассажиропоток. Поэтому, я думаю, вы замечали, что в советские годы трамвайные линии, как правило, ввели к заводу. Не от завода. Или от завода. Не от завода. Но обычно от завода люди в вернушку сумели, поэтому... Но они сейчас как-то. Ничего не поменялось. Проблемы те же самые, как и везде. Нам, как городу, повезло, мы успели купить в Германии порядка 80 вагонов в трамвайных. Поэтому у нас есть к чему сейчас работать. Новых купили? БУшных. Но каждый вагон обошелся в 300 тысяч. Плюс его доработка под нашу колью. Там около 250-250. А я вот в интернете читал, вилку предлагали бесплатно турки, по-моему. Постоянно предлагают. Вы не поверите. Постоянно. А что он там? Заберите. Крупции. Не могу как заработать. Ну вот они мерзавцы. Что я могу сказать? Мерзавцы. Если он заберет сейчас и сделает так, что у него будет достаточное количество подвижного состава. Зачем его потом покупать? А если ничего не покупать, то как потом... Ну это ж кот Матроскин сказал. 10 троллейбусов, которые в прошлом году купил Днепропетровск. Нам их все позиционировали как в наше производство. Южмаш. На самом деле это обычный МАЗовский троллейбус, который приехал к нам без шасси, по большому счету. То есть ему на ЮМЗ поставили колеса и запустили. Купили мы его у фирмы прокладки Дуотранс, директором которой является сын коммерческого директора Южмаша. На наш запрос от народного депутата, на который они обязаны ответить, и мы сейчас были обязаны ответить. И мы сейчас запускаем это делать через генпрокуратуру. Они ответили отпиской, мол мы вам отвечать не хотим, потому что эта информация может стать властной. Вы понимаете, да? Государственное предприятие не хочет отвечать на запрос народного депутата о том, сколько оно получило денег за сборку этих троллейбусов, которые позиционируются как наши Южмашицы. Потому что мы можем вытянуть эту информацию в физическую форму. Сейчас мы будем очень серьезно наезжать через генпрокуратуру, уже отправленные документы все на... Без перспективы. Поверьте. Поменяем генпрокуратуру, потом будем... У нас есть возможность сделать так, чтобы это было перспективно. А, у вас коррупция в генпрокуратуре. Хорошие лобби компании, или более чем. Поехали дальше. Третий вариант, который для нас пока еще практически недоступен, это электробусы. Мы пока не будем про электробусы, а лучше про дом соглашения. Давайте. Электробусы мы пропускаем. Мы помним, это дорого. Это очень дорого, да. Он по цене выходит как трамвай практически. У нас в Украине их никто массово не пускает. Единственное, кто выпускает сейчас нормальные обкатанные электробусы, это, как ни странно, китайцы. Цена его до растаможки порядка 13 миллионов гривен стоит. С учетом всех наших возных пошлин, там доходит до 20 миллионов за каждый электробус, который будет пассажировместимостью, как Багдан. Ну, там, в полтора раза больше, чем Багдан. А про автобусы? Мы рассматривали электротранспорт. Могу? Давайте я расскажу вам про договор. Давайте. Да, да. Что такое договор? Это тот документ, который подписывается с перевозчиком после завершения конкурса. То есть, постанова 10.81, которая регламентирует полностью порядок проведения конкурса. Согласно этой постановке, только договор с предыдущим перевозчиком закончился, Горсовет может заключить временный один договор на 3 месяца, в течение которых он должен провести новый конкурс. После того, как конкурс проведен, подписывается с предприятием договор, в котором указаны все основные условия конкурса. Это графики, либо маршрут, если разыгрывался маршрут, это стоимость проезда, это какой подвижной состав будет по этим ездить грамотам. Все основные условия, они прописаны в договор. Ну и, как правило, когда вы хотите получить документ, по которому ездит перевозчик, вам показывают договор. Вам не показывают доп. соглашение. Что такое доп. соглашение? Это изменение основных условий договора. В доп. соглашении прописывается стоимость проезда, могут изменяться транспортные средства, которые будут ездить. Практически все можно в доп. соглашение. Это типа доп. сметы, получается? Да, да. Это вот как вы заказали смету на дом на 50 миллионов. А потом придумали еще какие-то... А потом решили удешевить, доп. соглашение подписали, на 50 миллионов заплатили. И когда вам говорят, слушай, а как такой дом за 50 миллионов, он уже говорит, да нет, смотри, смета, хорошие качественные материалы. А доп. соглашение вам не показывают, потому что там уже изменились материалы, и он по факту стоит 30 миллионов. То есть по 20 уже где-то простое. Поэтому доп. соглашение наши власти любят. Если вы хотите запрашивать договора, обязательно вписывайте и усить до договора до него. Я запрашивал договора, они мне написали, что у них нет оригинала, они находятся на проверке в прокуратуре, ни фигаточки вам не дам. Я ему задаю вопрос, а как бы, если вдруг кто-то с вами начнет судиться, у вас нет договора на руках? Бывает, выемка прокуратуры это бывает. А у них копия же должна какая-то остаться? Потому что может выемка прокуратуры быть на год? Я не знаю, что прокуратура сдается ксерокопии, с печати. С печати. Копия верна, правильно. Это же не в любом случае бы тебе не надо. Вот сейчас я дам под данного суда, а у вас нет этого доллара. Я вам советую провести следующий семинар. Тогда как они обслуживают, если у них нет договора на руках. Доказать не могут. Я перед восьмого часа. Открытые реестры обязательно проведите. Я думаю, вам будет очень интересно. И по информационным запросам. На ваш информационный запрос, если вы его правильно подготовили, обязаны ответить в течение пяти дней. Я знаю. В течение пяти дней не отвечают, либо отказывают в выдаче этой информации. Смело можете подавать в суд и взыскивать с них. Штрафовать и взыскивать. Админ есть такой. Но там есть маленькие нюансы. Если оно маленькое, они могут потом отдать ответ, что это емкая информация, мы вам уже отдадим по закону. Ждите. В течение пяти дней. Максимальный срок двадцать дней. Ждите. Обычно не бывает. Они здесь, у меня когда у них спрашивали, они отсылаются на то, что все ушло в генпрокуратуру, уже чуть ли не полгода. Не имеет значения. Они обязаны вам ответить на ваш запрос. Они ответили. У нас документов нет. Значит вам отказали. Если вам не предоставили документ, который вы запрашиваете, это равносильно тому, что вам отказали. Мне могут написать, что вы отчество свое не указали, поэтому мы не хотим. Это будет равносильно тому, что вам отказали. Не имеет значения. Они обязаны. Мне просто в чем стал вопрос. У них в любом случае должен быть это договор. Конечно. То есть они ищут любые отмазки? Да. Будет другое криминальное проваджение, придут в МВД, захочут изъять документацию. Что они им покажут? Скажут, не имеют. В кем будет вопрос, а как у вас это перевозчик? Кто в этой кашире? Чаще всего, да. Поэтому я немножко запутался, с чего мы начали. До соглашения. До соглашения. До соглашения. Почему их так любят? Потому что там можно прописать практически все, что угодно. Особенно в ваших условиях, когда у вас огромное количество всяких ФОПов, нужно условиями, чуть ли не конкурсами. То есть как Севертран заходил, я думаю, вы все знаете, купили новые автобусы у себя там в Одессе, и потом с этими автобусами, вернее с документами на эти автобусы ездили по всем городам. Они в Днеброветровске были. Мы их выжили буквально зимой прошлого года. В начале зимы это там в Янвале. Не дожидаясь тендера выжили. Конечно. По-зачемному. Нам в Севертранс не нравилось. Поэтому купили новые автобусы, проездили, повыигрывали договора на перевозке и начали искать местных, кто готов будет обслуживать эти маршруты. У вас в вашей конкурсной документации у вас есть одна, очень, на мой взгляд, печальная вещь. То есть у вас не прописана нормально пассажировнестимость, которая требуется для перевозки. Для определенного маршрута, правильно? Да. То есть у вас написан класс А, Б. Класс А, Б это все же угодно. Так же как и категория М2М3. То есть это любое. Вот вы можете даже там 12-местный рафик поставить, это будет класс А, Б, категория М2М3. А где это прописано? Сколько должно быть для одного? У нас мы заставили, после того как мы провели обследование всего пассажиров автобуса, мы заставили по каждому конкретному объекту конкурса, может быть тут, указывать какая пассажировместимость автобусов нужна. То есть мы разделили условно пассажировместимость на три типа. Это до 22 мест, как правило это Вольксваген и ЛТшки, либо спринтера 312 и 412 и так далее. Это 22-50 пассажировместимость, это богданы, руты, эталоны, то есть все, что большое более или менее. И это первый класс, 50 плюс пассажировместимость это огромные автобусы. Типа Мазов, типа Локспанов, которые может быть в Днепропетровске катаются. Как заставить власть сделать так, чтобы на маршрутах, где большое количество пассажиров были обязательные условиям для конкурса, автобусы пассажировместимость 22 плюс. Для этого единственный вариант это провести обследование пассажиропотока. Причем в идеале это делать публично. То есть заявить как общественная организация это Криворышцы. Потому что мы будем обследовать пассажиропоток на маршрутах вот этих 15. Пригласить всю местную прессу. Вилку Ловскую, не Вилку Ловскую. Поверьте, я сомневаюсь, что Вилку непосредственно имеет там прям какой-то сильный интерес в транспорт. Как правило это отдают каким-то заступникам, каким-то друзьям. То есть они с него кормятся. Сам деда Юра, ему есть что кормить. Не-не, вы не знаете его аппетита. Он даже биотуалеты поставил. Ну, может быть какая разница. Ну, правильно же. Кормит. Публично. Вот 480-й наказ, который я давал вам. Четко прописана процедура, как это делается. Зачем делаете? Это табличный метод. Есть визуальный метод, когда вы смотрите пиковое навантажение количество людей, стоячих групповой, которая сверх нормы. Делаете его желательно табличным. То есть с утра до вечера, желательно там 3-4 человека на одном маршруте проехали в течение двух дней и показали, что в этом маршруте ездят пассажиром вместимость 18, а средний пассажиропоток 30 человек, из которых 12 едут вскоре. Вот когда вы покажете, что у вас пассажиропоток гораздо больше, они будут либо вынуждены сокращать интервал, то есть запускать машины не каждые 5 минут, а каждые 2, для того, чтобы люди сидя все-таки ехали, либо ставить автобусы большую вместимость. Интервалы сокращать они не смогут. И тут мы возвращаемся к тому, что это невыгодно. Поэтому предприятиям придется покупать автобусы больше. В конце осени 2014 года, когда мы проверили пассажировозамеры, все перевозчики поняли, что время спринтеров прошло. С того времени у нас было в город закуплено 50 спринтеров, все пассажирские с возможностью стоящих пассажиров. У нас их нет. 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 18 мест. У них есть 18 сидящих мест, плюс 5-7 стоящих. В зависимости от модели. У них, как правило, невыгодно двери. Но это же не спринтеры, правильно? Это не спринтеры. Это спринтеры, да? Это спринтеры, да. Они могут быть фальсвагенными. Могут быть, да. Просто, но... В невыгодно двери обязательно. Это да, да, да. Подключить по другому. Поширее проход. Но все равно 5-7 стоящих, не 25, как у нас едет. Громкий шум вокруг этого. 323-й жил. Народ на вашей стороне однозначно стоя ездит. Вы не знаете наш народ. Просто пора... Вы что водитель отвлекает? Я задавал вопрос... Тихо! Ребят, по пассажиропотопу я задавал вопрос по 323-му. По его длине. И на нем стоят просто спринтеры 14-15 местные. Вот эти вот маленькие. Но он проходит чуть ли не всю цену. Красную линию, самую центровую живу, да. И он постоянно забит и до ужаса. На что мне ответили. А у нас такой информации нет. Мы вообще не знаем. И вообще какие там маршруты... Ну, автобусы должны стоять. Мы вообще не знаем, какие там стоят. Совершенно верно. Вот. Мы возвращаемся к тому, как формировалась транспортная сеть. У нас в Днепропетровске последние замеры пассажиропотоков были проведены в 2004-м году. Официально, да? Официально, да. Тогда почти полтора миллиона гривен по тому курсу еще сумасшедшему заплатили Харьковскому институту, который провел обследование транспортной сети, сделал соответствующие выводы, отдал эти выводы в горсовет. Горсовет посмотрел на эти выводы, сказал, хорошо, и положил в бед. С тех пор пассажиропоток и транспортная сеть... Транспортная сеть только была реформирована три раза. Добавлялись маршруты, убирались маршруты, менялись маршруты. И пассажиропотоки изменились колоссально. То есть данные тех исследований мы сейчас по основу формирования новой транспортной сети ложить не можем. Это невозможно. У вас, я думаю, не лучшая ситуация. Причем, если тогда наш городской бюджет хоть какие-то деньги отправил, я думаю, у вас даже в начале 2000-х вряд ли кто-то заказывал проект по обследованию пассажиропотока. Это было, студентов запускали. Студентов запускали. И очень гордятся этим. Это хорошо, что гордятся. Поэтому карты вам в руки, вы можете сами провести. Мы, когда обследовали пассажиропоток, мы долучали порядка 35 человек, но постоянно на маршрутках катались от 5 до 7 человек, в зависимости от того, какое количество маршрутов мы в день проверяли. Это все легко, мы сделали собственными силами, расходы в день каждого человека до 100 гривен выходили. А как им доказать? Они скажут, это вы с потолка цифры сняли. Вот для этого я вам говорю, что зовите всю прессу. На видео. Особенно Рудану. Рудану обязательно. Обязательно Рудану. Можно по выручке водителя проезжать. Какой водитель признается вам? Я вам скажу. Так получилось, что водители знали, кто-то, видать, проболтался из наших активистов, знали, что будут замеры пассажиропотока. Знаете, что они делали? Они не останавливались, не подбирали стоячих пособий. В этот день количество жалоб в департамент транспорта увеличилось в 6 раз. Потому что люди не могли уехать. Левый берег практически весь. И скорость движения уменьшает. Но это приводит к коллапсу. Они не могут вывозить. Вот начинается проблема. В тот день, когда мы их штрафовали за стоячих пассажиров, вот мы встали, у нас один из центральных, скажем так, проспектов в плане перевозки пассажиров, это проспект Правды. В одном месте любой номер маршрутки проезжает, забитый со стояком до 10, до 20, до 30 человек. Вот мы встали там с гаишниками, в час 7 до 10 мы штрафовали. А как вы запустили, чтобы гаишника вы вызвали? Таким образом с собой взяли? Вот для этого вам нужен семинар в взаимодействии с властью. Нет, я понимаю, но там сколько я не был на этих семинарах, не рассказывалось как. Все время... Исключительно переговорный процесс. В тот момент, когда вы покажете уровень своей компетенции, вас начнут слушать. Согласен, но у нас получилось и так. Сами же гаишники, они заинтересованы в том, чтобы людей они возили стоя, потому что они получают отсюда деньги. И попросить гаишников поставить, допустим, на том же самом перекресте, где у нас там самое больше проходит маршрута, очень тяжело, потому что они футболят, потому что если мы сейчас это сделаем, они не получат свою бездуху. Смотрите, гаишники такие же люди, как и мы все. Они тоже любят, когда о их работе отзывают совместно. То есть они в этом перед своим начальством, показывают. Видите, мы работаем с общественностью, у нас пресс-лопоказки, и мы молодцы. Играйте на этом. Да, при этом начальство потом говорит, а я только что не получил свои 20 тысяч гривен за целый день. Так что иди сюда. Это вы слишком утрируете. Я понял. Какое-то из дней начальство закончилось. Не, я понял, что нужно. Да. Я прошу прощения, одну секундочку. Андрей, вчера не был у нас на вечер, как мы хорошо сделали для местной милиции или полиции. Они после вечера до 95-го пробежались, ссорились с нами. Они такие же люди, поверьте. Некоторые машины продлили за вами. Почему опять не было? То, что мы по кольцу ходили и говорили, как классно, что мы сегодня ходим по кольцу. Вот о чем я говорю. В тот день, когда мы их штрафовали, они все равно возили стоячих пассажиров. Потому что у инспектора было три всего на линии, три машины мы могли остановить, еще пять успевали проезжать. Они успевали все равно отбивать. Три часа мы простояли, это грубо говоря полтора оборотных рейсов. То есть он на 170 гривен получил штраф, а стояка провез гривен на 200 за это время, в пиковое время. Поэтому как бы им было это выгодно. Но когда мы делали замеры пассажиров потока, и они понимали, что эти результаты лягут в основу плановых заданий для конкурса, они принципиально стоячих практически не брали. Там исключение бабушки, мать с маленькими детьми и так далее. Поэтому в этом плане они уже поняли, что... А при этом можно было запрос сделать, сколько нагрузок, как говорите, 6 раз до увеличилась жалоба. И на этот день можно было бы запрос сделать и сказать, что вот, у нас уменьшился поток пассажиров, но за то, что из нас жалобы увеличились. Ну это было. Под этим постом было там порядка 180 лайков, когда я это показал, что вот количество жалоб увеличилось. Жалоб увеличилось, когда мы делали замеры по вот этим двум раз. И они не остановились. Как один рычаг еще дополнил. Да вы начнете системно работать в каком-то направлении, вот я в транспорте, да, мой фейсбук читает, практически все перевозчики, департамент транспорта, заммэра там, перши, то есть они реагируют на это все, поверьте. Потому что, как бы это все общественная плоскость, им не выгодно в общественной плоскости быть в негативном свете. Они вынуждены на это реагировать. И гаишники, и милиция, и все, поверьте. То есть как только вы начнете систему, показывает свой уровень компетенции. Поэтому в первую очередь, возможность вашего взаимодействия с властью, это в первую очередь ваш уровень компетенции. То есть насколько вы сможете доказать в власти, что вы гораздо умнее, чем они, и вы знаете, что делать. А они идут и сидят, во-первых, не знают, что делать, а во-вторых, когда вы им говорите, что делать, они вам отказывают. Еще и не делают. Хороших людей в кривомороге, я думаю, гораздо больше, чем плей. Я в этом уверен категорически. Как бы там мы не считали, что у нас... Жен, только что все здесь собрали. Почему до соглашения я вам рассказал, запрашиваются договора. Обязательно до соглашения. А конкурса... Есть ли смысл запрашивать, по каким критериям прошел конкурс? Потому что я думал еще... Вам на это... Только участвовать. То есть конкурс мы не видим, но мы видим вот это вот договор. Грубо сказать, это отражение этого конкурса. Правильно? Конкурсы всегда объявляются. Заранее, там минимум за месяц они объявляются. Условия конкурса вы можете посмотреть. У вас... Условия конкурса. Управление. Заказчик. Но с депутатами там влияет? Нет. Нет, нет, нет. У нас влияли, потому что у нас по регламенту департамент транспорта обязан такие вещи согласовывать с депутатской комиссией. Что значит согласовывать? Это значит, что департамент не проведет конкурс, пока депутаты не подпишут. Это у нас в регламенте, у вас такого нет. У нас нет. Нет, нет, нет. Это в комиссии. А что сделать? Извините, регламент. На сессии предъявлены. Для этого большинство надо, как обычно, купить депутат. У вас есть ваш депутат городской. Кто он, вы знаете? Кто ваш городской депутат? У нас такого же нету при новых выборах. У нас нет личного городского. У нас все уже стали в семье. Там все равно округа у вас распределяют. Понятно, что сейчас они по многомандатному прошли, но все равно в каком-то месте будет какой-то депутат вести прием. Вот обращайтесь к нему и говорите, что я вот хотел бы, чтобы у нас был такой пункт регламент. Но не забывайте, что этот пункт, он потенциально коррупционно опасный. Я думаю, еще депутату надо будет занести на вопрос. Дополнительно. Вот видите, вы правильно. Мы делали этот пункт исключительно, потому что на тот момент депутаты, глава депутатской комиссии, он был уже наш человек, он понимал, что мы классно в этом разобрались, и мы готовы вместе. А впереди выборы. И депутат понимает, что он глава транспортной комиссии. И если он что-то кардинально классное не сделает, он на выборах не сможет политических дивидендов получить. И вот мы, зная, что он наш человек, мы предложили этот пункт вести. Все депутатские комиссии все сказали, «Ох, как круто, это же мы тогда сможем школам что-то диктовать условия, эти темы смогут диктовать». И депутаты поддержали. Поэтому не забывайте, что выборы непонятны, когда будут. Они могут быть осенью, могут быть через год, могут быть через пять. А депутат – это человек публичный, которому хочется потом переизбраться, потом капитализировать свое избрание. Поэтому воздействуйте в этом хоскости тоже. Вопрос, громадские слухания, когда перед конкурсом они вообще проходят или нет? Громадские слухания они не должны проходить. В какой стадии они, то есть и когда революционер делают, вот тогда должны обязательно пройти громадские слухания. Правильно? А когда маршруты новые делают, тоже они должны пройти громадские слухания или нет? Смотря кто будет у вас утверждать новый транспорт. Это могут сделать в виде рабочей комиссии, и вы даже об этом не знаете. А вот только одно, то есть нет такой прям прописано, что при новом маршруте должны обязательно быть громадские слухания данного маршрута. Насчет новых маршрутов, в 480 маркасп, там буквально три пункта, что нужно для этого. То есть он весьма простенький, и ничего в себе какой-то наносит. Нет, просто у нас иногда бывало водили маршруты, которые вообще, в принципе, жильцам данной территории этого маршрута вообще не нужны. И не спросили, нужно ли это. А зато они коллапс сделали с другими маршрутами. У вас треть таких маршрутов и сейчас. А можно на картинку? Вот сейчас, конечно, некуда вывезти. А 330-й, когда водили, 230-й полностью, да? Зарезали. Там столько порезали у нас маршрутов, когда водили. Хотя, если бы ездила хоть часть маршруток по объездной, мне кажется, многим это понравилось. На фига транзит, да? Это вот транспортная сеть города Днепропетровск. На что хотел бы обратить внимание, это тупики. Это одна из важнейших вещей. То есть, как построена транспортная сеть в стандартном городе Европы? Это кольца, обязательно. И лучи, которые сходятся, как правило, от районов в 2-3 пересадочных точки. Это вы делали, да? Которые соединены между собой. Если вы посмотрите транспортную сеть европейских городов, независимо от их географии, они будут иметь примерно вот такую вот схему. Теперь посмотрите на транспортную сеть Белого Рога. Следующий, да? Следующий. Это 30% пересекающихся. На 60% на 80% процентов. Это следующая картина. Это когда в одном и том же месте проезжает куча маршрутов, которые друг у друга дергают пассажиров, гоняют и так далее. Здесь пересечения практически нет. У нас просто такая... Это вам будут рассказывать, пока вы не поймете, что это не так. Вот поверьте. Географические вещи они практически не имеют никакой операции. Когда делали, реформировали транспортную сеть Днепропетровска, у них, к сожалению, предыдущего варианта нету. Можно хоть пять их сделать. Тут вопрос в том, чтобы выделить какую-то территорию для разворота. Можете посмотреть, что у нас есть три тупиковых зоны. Это вокзал, это центр и в районе там. И из них идут расходятся уже маршруты по жилым районам. Все эти три точки соединены трамваем. То есть нашу транспортную сеть, по сути, нужно доработать процентов на пять. Вашу нужно просто радикально с нуля строить. То есть это то, что я вам покажу. А можно запустить механизм перенастройки этой транспортной сети? Стать депутатом и запустить? Хорошо. Если кто-то стал депутатом, есть возможность повлиять на депутата. Есть возможность. И есть транспортная даже комиссия депутата. Каким образом? Каким образом?